Это видео я посвящаю тому, чтобы рассказать тебе о йоге. Сейчас у нас идет очень интенсивная подготовка на Магаса Даши Богом. И Суамаджи хочет каждого из нас быть Ачарией. Ачария — это не просто учитель йоги или инструктор йоги. Это тот, кто способен излучать из себя пространство Садашивы и держать пространство и энергию для всех людей, которые находятся либо в зале, либо если какое-то открытое помещение, неважно. То есть держать пространство для людей, максимально излучать Садашиву, пространство сознания, чтобы йога случалась. Смотри, йога, если ее практиковать просто как асаны или что-то в этом роде, то это как просто физические упражнения. Это не есть йога. Йога — это выход за пределы тела, сознания, за тело и ума и испытывать свое сознание, свою природу. И та возможность, которая у нас выпала, — это жить в одно время с инкарнацией, жить в одно время с Садашивой, с Аватаром. Посредством шакти-пады, взаимодействия с ним на энергетическом уровне, йога случается. Она просто происходит, проявляется естественным образом. То есть, допустим, такой пример. Я дома вообще никогда не мог принимать даже ту же простую падмасану, да. Или разные другие асаны, например, где кисть нужно было растянуть или с ногами должна была быть определенное взаимодействие, да, растяжка и так далее. То когда есть Аватар в твоей жизни, когда есть Шактепада, то йога случается, и ты понимаешь, что твое тело, оно твое. Оно не может тобой управлять. И мозг, он твой, он не ты. И что ты — это сознание. И неважно, сколько ты. И наступает такой момент, ты выходишь за пределы боли и барьеров. Даже окей, если ты будешь не растянут, но ты будешь испытывать сознание. Твое тело тебя послушается и сделает. Любую асану, любую позу. Поэтому мы в Адинаме ничего не практикуем, мы манифестируем. Мы просто делаем. Мы просто делаем, и с вами через его энергию оно случается само по себе. Твоя только задача — направлять волю свою, чтобы выйти за пределы физического, чтобы выйти за пределы своих лимитов. А остальное оно случается. Вот. И на этой ноте я хочу пригласить тебя на программу. В сентябре у нас будет Inner Awakening. Это прекрасная возможность испытать аутентичную йогу из источника. Мы, кстати, сейчас выпустили книжку, называется «Yoga from the source». С ссылками на оригинальные, на Мушастра Праману, на первичные ссылки, которые давал сам Сада Шива. То есть все с референсом, с ссылками на источник, чтобы ты видел аутентичность йоги, которую мы даем миру. Аутентичность йоги и интеграцию, целостность, которой мы преподносим ее миру. Такой, какая она была, такой, какая она есть, и какая она должна быть. Какой ее нам дал Сада Шива. Основатель йоги. Еще очень важную вещь Свамиджи сказал не так давно. Он сказал, если ты упражняешься йогой, то будет тебе известно, что ты практикуешь, ты практикующий индуизм шиваид или шайвайд. То есть на английском звучало И каждый, кто занимается йогой, да, или у него есть йога-студия, или еще кто-то, он может доказать у нас абсолютно бесплатно книжку йога от источника, из источника. Она будет на английском языке на настоящий момент, но мы планируем ее переводить также. Может получить комплект вибути, это вот этого белого заряженного, как, пепла. Кум-кум тоже. И даже, по-моему, Ньянанджину. Ньянанджина — это само сознание, заряженное аватаром, его тоже сюда прикрепляешь, и твой третий глаз становится третьим глазом Сада Шивы. И ты видишь. То есть вот эти вещи, если у тебя есть йога-студия, тебя интересуют, тебе дадут. И дальше будет, как бы, гайденс на какие-либо вопросы. Неважно даже, какого размера у тебя в студии, у тебя две тысячи человек, покажи там посещаемость, туда эти люди существуют, мы тебе сразу же отправим эти все вещи. И чтобы люди начали заниматься, и ты начал заниматься настоящей йогой, аутентичной йогой из источника. Спасибо за то, что смотришь мои видео. Если ты новый посетитель, то обязательно подписывайся на мой канал. Видео будет выходить много, будет выходить интересный, разный и... Удивительный. Вот. Еще раз спасибо. Не тянем. Субтитры сделал DimaTorzok